ПЕСНЯ Господи, благослови наше занятие, не дай клониться ни направо ни налево от истинного понимания Божественных Твоих слов. Пойгут с нами и в этот день. Хвала Тебе в честь и поклонение, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. ПЕСНЯ Мир всем с праздником, Благовещение. Во имя Саи, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Так, секундочку. Второе послание Коринфянам, Святого Апостола Павла, 11 глава, 26 стих. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников. В опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между забратьями. Толкование. Ибо он принужден был плавать по рекам, всюду дьявол воздвигал брани, и всюду бог предлагал награды за подвиги. Ибо и от язычников, и от единоплеменников иудеев, которые ожесточены были против него из зависти, были подстрекаемы и разбойники. Был ли он безопасен, по крайней мере в городе, нисколько, наконец в пустыне, и в ней нет. И когда он избегал опасности на суше, они встречали его на море. Подвергаться ковам ложных и притворных братьев, это другой и самый трудный род искушения, на который жаловался и Давид. Ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы, но ты, который был для меня тоже, что и я, друг мой и близкий мой. Псалом 54, 13-14 стихи. И в другом месте, человек мирный со мною, Псалом 40, 10. Одежда благодарная, мир вам с праздником, отключите, пожалуйста, микрофон, аж шипи. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, вопросы? Нет вопросов. Второе, Коринфянам 11, 27. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жарде, часто в посте, на стуже и в ноготе толкования. Недостаточно было скорби, приходящих извне. Он удручал еще сам себя собственными трудами, и спокойствами, и бессонными ночами. Вопросы? Второе, Коринфянам 11, 28. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Полкования, претерпевая все это, учитель вселенной не имел достаточно пищи и одежды, но подвязался безнадежный, его попросите, но подвязался обнаженный и ратово голодный. Притом он еще много опустил, ибо такой смысл имеет выражение, кроме посторонних приключений. И о том даже, о чем упомянул, он сказал не поодиночке, а только исчислил, что легко можно выразить словом, говоря пять раз... С числом, с числом. С числом. Выразить числом, говоря пять раз и три раза. О том же, что неудобно для перечисления, выразился неопределенно, ибо сказал много раз часто. Смотри же, исчисляя столькие бедствия, он не сказал, скольких обратил ко Христу, как по своему смиренноудрю, так и научая этим, что трудящийся во всяком случае получит полную награду, хотя бы ему и не предстояло более подвигов. То есть яростное восстание и нападение, какие делают на меня ежедневно народы, по общему согласию. Далее. Забота о всех церквах. Это самое важное из всего, ибо если тот, кто заботится об одном только доме, имея при том служителей и экономов, не имеет возможности даже отдохнуть, то что должна поистине вытерпеть одна душа, имеющая среди стольких опасностей, попечение о всей вселенной и при том о душах? Вопросы? Игнат Ситович, вам слово. Первое качество лидера любого – это воображение. И вот мысленно нужно пройтись по этому снова. На каждом пункте, где он говорит о опасности, это настолько страшно, думаешь, только бы меня это обошло. Следующее. В опасностях на дорогах. Только бы меня это обошло, чтобы доехать. Мы молимся о счастливом окончании путешествия. И что впереди говорится? У нас все попадает в молитву, избавя от этого Господа. Да и он молился об этом. Но чтобы понять, что он говорит, надо хотя бы один раз, хотя бы краешком задеть, что он говорит. И какие он упреки терпел. И самое тяжелое от друзей. Идущий мой хлеб поднял на меня пету. И вот сегодня кто этим занимается, говорит, ежедневно о стечении народа, речь идет о нередовом. Он священнослужитель. Кто? Едут они к этим старцы, там разные говорят, гуруизмы, да вот к этому даже не приближаются. Они от страха умирают. А что? Да я хочу покой. Иоанн Затаут говорит, за одно слово, что ты желаешь покоя, тебе гиенны мало. Какой покой? Когда мы вышли на поле битву, посылай, как овец, среди волков. Мы воины Христовы. Человек живет, все везде прячется и боится, даже когда его фото снимает или на видео, даже здесь умирает, трясется. Я говорю, ну ты же говоришь хорошее. Ну чего ж ты боишься-то? Разве ты не читал, что участь бы из них в озере Огненном? Павел, если был бы из трусливого десятка, где бы он был? И на это, ну что можно сказать, если человек не испытал? Он все абсолютно мимо пропускает. Вот сегодня мы были в храме, в Покровском. Ну я маленький ролик поставил. Посмотрел, как иконы нарисованы. Ну они совершенно неправильно. Ну представь, я в Покровском соборе показываю на иконах Христос и Самарянка у колодца. Христос сидит, а колодец поднят и высоко, и крайник, и вода течет у Христа за спиной. Ну, как колонка обыкновенная. Я подошел к настоятелю и говорю, ну какая же колонка-то здесь, когда написано колодец глубокий, а тебе нечем почерпнуть. Да и правда. Ну что же вы так делаете-то? Ну это рисовали я. Да не надо это говорить я. Это небрежение и проклято, небрежное дело Господне делает. Иконопись это Господне делает или нет? Господне. Бери краску, замазывай. Замазали. Вот сегодня посмотрел, египетская Мария стоит. Это все в правом пределе. Покровского собора, города Барнаула. Мария стоит. Нормальная, упитанная женщина. Ну разве она такая была 47 лет на корешках была? Она ее воздух держал. По милости Божьей-то. Волосы какие были, обыкновенные каштанные волосы. Это день блуда ее, когда она была. Вы ее ту срисовали-то? А не ту, которая прославлена уже церковью была. Ну хоть маленько-то, чуть-чуть, ну гляньте. Я в Новосибирске так зашел, смотрю, воскрешение Лазаря. Лазарь выходит из гробницы, руки раскинул, улыбается. Я говорю, ну какие руки, когда Господь говорит, развяжите. За того столку и чудо было, что он связанный и двигался. Да и то правда. Мы то ли никогда Евангелие не брали. А в другом месте изображает такое. Разные факты воскресения Христова соединяет там с изгнанием демонов. Я священнику указал там, кажется, про копию. Он говорит, ну что делать? Ведро краски покупать и замазывать. Ну кто будет гоним за это-то? А ты, если нарисовал такое или сказал, чтобы жгло все, глаголом жги сердца людей, и ты увидишь, как у тебя везде все задымится. Нигде мира тебе не будет, ни от родных, ни от близких. Да что тебе не живется спокойно, да будь ты спокоен. Я показал сегодня на крест Покровский. Посмотрите, какой крест. На что оно похоже? Куча железа наворочена. 18 оконечностей, а крест бывает 4 оконечностей, 6 и 8, больше не бывает. А здесь 18 концов. А 18 это 3 шестерки. 3, 6, 18. Чего вы совсем не разбираетесь? Зачем это сделали? Ни одного креста правильного на улице нету. А с какого времени пошло? С Никона реформатора пошло. Крещением, мочением с Никона пошло. Тех, которые не поддались Никоновской реформе, старобрядцы, то у них нигде крестов таких нету. Прямая четкая линия, прямо перекрещивает и все. И ни одного человека за 300 лет не мочили. Ну, можно пример-то брать. Ни один баптист моченый нигде не был. Ни один адвентист. Даже все телеговы крестят полное погружение. А, так вы пришли только запачкать нас. Ну, такими словами. Как это запачкать-то? Запачканное в грязи уже не запачкаешь. Я говорю вам по делу. А что делать? Хотя бы знать. Уже крест вам не заменить. Потому что это 2,5 тонны, наверное. Вот какое дело. Что об этом говорить? Если человек ничего этого не претерпел. Ну, не надо специально нарываться-то. Ну, тебя обязательно сатана высчитает. Сатана-то бьется с кем? Где он войну воздвигает? Златоуст говорит, корабль, нагруженный золотом, и корабль, нагруженный Мекиной. Который пираты будут грабить? Ну, ясно дело, какой. Который ты нагружен. Вот в этом нам обличение. Мы не такие. По порядку все слова прочитай. И на мне ничего ни разу не проехалось. И не маящит. Да какой же я тогда. Даже сам на себя. Бдения, ночные и прочее. И этого нету, и этого нету. Да мы карикатура на христиан-то. И еще кого-то лапзаются. Вот и все. Меня интересует воплощение в жизнь того, что мы прочитали. Если этого нету, начинай сначала. Вот и все. Второй калифонам 11, 29. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? Полкование. Чтобы кто-нибудь не сказал, что он правда заботился, но заботился так обыкновенно, он показывает свойства своей заботы. И не сказал, я принимаю участие в скорби. Но подвергаясь ей сам до изнеможения. И изнеможение же, разумей, как телесное, так и в особенности душевное. Слово «кто» нужно разуметь так, будет ли то важный или незначительный человек. Затем, как он выразил избыток скорби, ибо «воспламеняюсь», говорит, претерпевая все другое, он радовался, зная, что он претерпевает ради Господа. Здесь же он уязвляется душой так, что соблазн другого, даже человека незначительного и отверженного, причиняет ему большую скорбь. А что слово «воспламеняюсь» нужно понимать в смысле «соблазняюсь», этому научает нас Давид. Ибо, как апостол сказал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Так же точно и Давид говорит, когда кто соблазнится, и я явлюсь соблазняющимся, и стараюсь уврачевать эту болезнь, как свою собственную. Где же говорит это Давид в словах «когда гордится нечестивый, раздражается нищий»? Псалом 9.23. То есть бедный соблазняется, когда приходит к мысли, что недостойные люди изобилуют богатством и превознесены. Вопросы, пожалуйста, если есть. Второе Коринфянам 11.30. «Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею». Толкование. Немощью называет гонение, ибо при голоде, бичевании, кораблекрушении и притеснении других бедствий обнаруживается человеческая немощь. О знамениях он не упоминает здесь, потому что они были даром Божьим. Бедствия же вместе с силой Божьей показали и его терпение. Второе Коринфянам 11.31. «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу». Толкование. Ничего из прежде сказанного он не подтвердил. Здесь же подтверждает и удостоверяет, может быть, потому, что то, что он сказал здесь, совершилось давно. Но и было не так ясно, а прежде рассказанное, как, например, «Скорби» и тому подобное, было известно Коринфянам. Второе Коринфянам 11.32. «В Дамаске областной правитель царя Арепы стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук». Толкование. «Смотри, как сильна была борьба, если из-за него начальник стерег город. Правитель народа, конечно, не поступил бы так, если бы ревность Павла не воспламенила всех. Ариета был тесть Ирода, убежал, исполняя законы Господа, ибо и Господь переходил из места в место. «Себя самих не должно подвергать искушениям. Там же, где бедствия неизбежны, должно полагаться только на Бога и от Него просить и ожидать избавления. Когда искушение непосильно, должно изыскивать и свои свойства. Но и в этом случае должно все относить к Богу, как и то, что апостол спасся в корзине. Хотя он и сильно желал быть со Христом, но он любил также спасение людей и берег себя для проповеди». Комментарий. Игнатия Лапкина. «Сегодняшний священнослужитель знает свою цену. Если меня не будет, так и умрете в грехах. У вас некому будет вести богослужение, некому будет отпевать вас, покрестить ваших детей. И батюшку берегут для треб, но не для проповеди. Проповеди он и сам боится, еще скажет, что что-то не так». «Я сегодня был у Антония Печерского в храме на богослужении. Мама там тоже молилась и выходит, она такая счастливая. «Наконец-то отец Дионисий сказал проповедь». И я вот сколько раз бы я там ни был, ни разу проповеди не было. А тут вот за за год первый раз он при мне сказал проповедь. И вот так вот он пять раз не скажет, один это такой вот, наверное, коэффициент у них, я так думаю. А то, может быть, и один раз в десять богослужений. И она такая довольная, опять пошла на вечернюю улицу. Так, вопросы? Есть по этим стихам, Игнатий Тихонович, что-то желание сказать? «А я уже сказал тут в конце, это я уже высказал». «Да, ничего не изменилось, да?» «Нет, мы беседуем с Александром Менем, беседовал. Я говорю, вот если бы дали нашим священникам-то слово-то живое сказать». Он говорит, «Не надо, хорошо, что не дают, а то такого, говорит, петуха дадут». Вот и все. Они же не тренируются, не знают. Тут одна распорилась с другой, с прихожанкой-то. А она помогает на клиросе считать. Но она в ответ ничего не может сказать. Она говорит, «Вот я хоть на тебя и обозлилась, но я знаю, как у Бога прощения попросить». А ты не знаешь, как молиться правильно, по каким книжкам, за какой открывать. А так и умрешь в грехах. Ну, сегодня обратил внимание, еще в храме-то вот, говорите, что всех подряд причащают. А не всех подряд. А одной сегодня батюшка не допустил. «О, я так еще промыкал. Надо же. Что-то еще теплица подошла к чашу, рот открыла, а он ей что-то сказал. Все, мимо. На исповеди не была, видать. И что порадовало, он всех помнит по именам. Общины нет, а вот приход он по именам всех называет. Ему видно, что не подсказывает. То ли память у него хорошая, то ли... Ну, видать, занятия когда-то вел, может быть, познакомился. У них там иногда и трапезы совместные бывают. Ну, а сейчас он весь ремонт, пасхи делают, ремонт белят там. Потолок закопчеванный, мама переживает. Как же там его коптить-то высокого? Я говорю, ума хватило, как закоптить, значит, хватит и как побелить. Свечи-то, говорю, нечистые у вас, поэтому и потолок черный. И икона Христа прямо на потолке, и все вокруг его закопчено. Неужели никто ничего не понимает-то? Что нельзя так делать-то? Ужас. Второе, Коринфянам 12, 1. Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Толкование. Переходя к другому роду похвалы, который делал славным его самого именно к откровениям, говорит. Не полезно мне, потому что может довести меня до гордости. Что же, если бы ты и не высказал, разве и без того уже ты не знал этого? Но мы по-разному гордимся, когда знаем что-либо сами про себя, и когда передаем это другим. Однако же он говорит это не потому, что ему самому предстояла опасность впасть в подобное состояние, а чтобы научить нас молчать о делах такого рода. И в другом смысле, неполезно, потому что может заставить кого-нибудь считать меня лучше, чем видит, как он и высказывает эту мысль ниже. Лжиапостолы, хотя и не имели ничего, однако рассказывали. Он же, имея много видений и откровений Господних, упоминает только об одном, да и то против воли. Узнай же, что откровение заключает в себе нечто более, чем видение. Последнее дает только видеть, а откровение является нечто высшее видимого. Ну вот, давайте порассуждаем о видениях и откровениях. У нас в православии этого предостаточно. А о чем эти видения-то? Как почитаешь-то, но совершенно не совпадает, какие видения в Библии описаны, и для чего Бог их дает, и какие у людей, люди прямо аж, прости Господи, с ума сходят от этих видений. И верят прямо до так листого. Игнать Тихонович, знакома вам эта тема? Конечно, знакома. Поделитесь. Да хочу делиться-то тут. Что бы ни сказал, сразу, а что ты хвалишься? Апостол Павел-то себе что перечисляет? Чтобы увлечь за собою. Чтобы дело Божье делали-то. А сегодня так, ты не говори, только Грешина могла, Грешина ничего не сделала. Но тебе говорю, мы ездили, такой у нас опыт. Перед поездкой мы говорили, я везде писал, опыта никакого. А теперь, когда позади 120 тысяч километров, 600 городов, то естественно, что опыт огромный. Все страны Европы прошли, Скандинавия, Прибалтики. Какие встречи были, ну просто не выскажешь. Никому это не надо. А что ты хвалишься? Да город на вершине горы, он не может укрыться. Говорит, ты покажи делу мне без дел, а я покажу тебе из дел. Яков призывает к этому показать. Потому что это поддерживает человека, даже в начинании сам. Человек думает, ну если он столько выдержал, а я-то меньше, конечно, выдержу. Господь-то для всех одинаковый, он и меня призвал. Поэтому православие, это высшего сорта резина, сбитая в огромную гору. От нее все отскакивает. Я вот все думал, какое сравнение дать-то. Хоть лбом, хоть бомбой бей, ничего не возьмешь. Она отскочит и на тебя же упадет. На все есть ответ. Грешно, много грешно. Но где вы это нашли? Павел свои грехи вспоминает где или нет? Он говорит, был. А теперь, теперь готовится мне встреча. Желаю разрешиться быть со Христом. Нет. Уверенности у православных, что спасутся, ни одного процента нет. Да какая же это вера? Апостол непрерывно говорит о грядущем Царстве Христовом. Оно внутрь вас. Ничего не знают. Притом ни один, ни два. Из ста человек ни одного нет. Потому что, как только я сказал, сектант. Сектант. Я говорю, главное, сектант это Дворкин. Это остальные вы его выкормыши. Ничего не знает. Нарушает все посты. Живет там пятый раз женатый. Но все равно он не сектант. Он нигде ничего не скажет. Пришел, отстоял, ушел. Сегодня зашел один. А на голове у него шапка. И ходит по храму в шапке. Ну, видно, молодой, большая сумка на плече. Это значит, что он не здешний. И ходит в шапке. Но это у него не шапка. Это по-другому называется. Камилавка. Она как будто бы два пельменя, слепленные вместе. Прищипленные так. Ну, все-таки в конце снял. Выходит священник, причащает. Он в шапке стоит. И никто ничего не скажет. В шапке нельзя. А если вот такой пельмень бессмертный на голове, то можно. Ну, какие же ему после этого-то? Прикрытая, неприкрытая голова. Вопрос. Зачем бы Павел поднимал-то? Куда ни глянь. Все не так. Но надо начинать делать. Начинаем помаленьку и вперед будем двигаться. Если бы мне было безразличие, я зачем бы говорил, отстоял бы да ушел. Поэтому говорить о себе. А почему говоришь о себе? Потому что они говорят, это невозможно. Я говорю, а почему же невозможно? Мы поехали, и люди слушали, и принимали. А это невозможно. Когда нам нужно было открывать визу в Великобританию, я только один вопрос задал. Это возможно? Ну, на возможно, но очень трудно. Вопрос снятый. Возможно, значит, мы едем в Новосибирск. Будут снимать роговицу. Будут отпечатки снимать. Так и здесь. Возможно. Павел прошел, мы пройдем. Вот тогда у нас будет успех. А то нет. У меня таланта нету ни одного. Таких нету без талантов. Нету. Ты обманываешь. Ты зарыл его. А что зарыл? Слово Божие не любишь. По порядку. Начни. От похвалы ты от этого. А какая похвала? Ты никогда не попадешь под это. У тебя будут враги, будут и друзья, когда ты будешь делать правильно. Тут делись одно опытом. Опытом жизни. Мы вышли на тропу войны с сатаной. Вот я знаю, человек, на него какой бы лжец не был, он с ним сойдется. Лжец. Я молюсь все время об этом человеке. Сокруши демона лжи под его ноги. Какой бы лживый не был, какую бы ложь он ни говорил, он его высчитает и с ним сойдется, и в него будет вливать. Вот где беда-то. Ничего нельзя сделать. Сегодня мне одни пишут. Хороший человек. У сына нет никакой жизни. Жена его там третирует, заставляет на двух работах все время работать. Денег не хватает. Я говорю, когда поженились, сообщите. 15 лет назад. Ну, на 15 лет вы опоздали. Какой я вам дам? По вашему благословению было? Да нет, конечно. Ну, и дальше. Венщины? Нет, конечно. А я что могу сказать? Сказать-то надо по делу. Но вы помолитесь. А о чем молиться-то? Избавиться от жены или от мужа? Ко мне одна подошла. Подошла и говорит, я слышал, вот вы молитесь, там, и то другое. Ну что, да помолитесь. Он такой хитрый у меня муж, говорит, обманул даже мою маму. Показал такой заботливый. Все, а сейчас там тиран настоящий. Крепкий, здоровый, не болеет ничего. Я помолился, а дня через три ко мне приезжает и говорит, помер. Как помер? Помер. Не болел еще и как будто кто его зашиб. Я испугался. А были, ее подруга там была, уже в годах была. Та подруга тоже приезжает и говорит, а вот об этой Полине-то молились. Муж что, у нее умер. Помолитесь о моем. Я говорю, ну что, киллер духовный что ли вам? Чтобы хотите, Бог услышал, я должен согласиться с тем, что Бог пошлет. Их исправить нельзя, Бог будет уничтожать. Поэтому в семейную жизнь я не вмешиваюсь. Только потихоньку шепотом Богу говорю, Господи, если можно, обрати их к себе. Не о неурядицах молиться-то надо. У меня каждый день стечение народа. Но не такого, как у Павла-то. Сегодня они более продвинутые. Вот так. Я еще не считаю, и все ко мне относится. Поэтому слово Боже так дорого мне и близко. Я где-то все время там около Павла толкусь. Второе коринфянам 12.2 «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, в ней ли тело, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Толкование. Он упомянул не обо всех откровениях. Это было бы трудно, потому что их было много. И не обо всех умолчал. Но и об одном единственном он говорит неохотно, чтобы показать, что и о нем упоминает против воли. Присовокупляет же во Христе, чтобы лжи апостола не сказали, будто он восхищен был от демонов, как Симон. Не без основания указал, что он на время, он сделал это для того, чтобы ты узнал, что не без нужды рассказал это теперь после 14-летнего молчания. И если за 14 лет пред этим удостоился такого откровения, то как велик он был теперь после стольких опасностей ради Христа. Заметь его умеренность. Он признается, что не знает, был ли в теле или вне тела, когда был восхищен. Третье же небо должно понимать следующим образом. Писание называет небом воздух, как, например, в выражениях «птицы небесные, роса небесная». Это первое небо. Оно называет далее небом также и твердь. Назвал, говорит Бог, твердь небом. Бытие 1.8. Это второе небо. Называет небом и то, что создано вместе с землёю. Вот третье небо. Вопросы? А что создано вместе с землёю? Третье небо. О космосе речь, наверное, да, Игнат Тихонович? Это место меня не касается. Я знаю, что это всё небесное, и об этом рассуждать никак нельзя. Мы его не видели. А теперь применять одно к воздуху, другое к тверде. Да твердь-то это и называется воздух. Птицы полетят по тверде небесной. Что-то тут? Говори даже не о чем. Мы никак не можем говорить. Айне, ой, было так восхищение. До седьмого неба. И где-то он запрещал седьмое. Ну как-то. Все говорят, да нет, это из Корана взято. Из Корана. Мусульманской священной книги. Ну а что, вы будете оспаривать? Вот мы ехали, паломники были. С нами батюшка был. И мы после соблюдали. Паломникам положено не поститься. Как и военным. Я говорю, это тоже из Корана взято. Да батюшка-то мусульманин оказывается. Вы ещё же его... Вы проверьте, у него может на шее-то полумесяц месит. Вот и всё. Что такое первое, второе, третье небо? Не знаю. Но думаю, что это всё духовное. Духовное не то, что у нас называется, но нужно понимать. Зачем он был восхищен до третьего? Его первое... Мы живём-то в первом небе. Мы же на небе живём. Воздух окружает нас. И тут никак нельзя разделять. Это всё одно. Но он отвечает так. Тогдашнее понимание было именно такое. Вот такое. Это астрономия. Это всё одно небо. Одно. И космос где? Это всё одно небо. А что означает? Первое, второе, третье. Не знаю. Думаю, этого никто не знает. И Павел говорит, даже не знаю, в теле или не тело. Павел не знает, а я бы знал. Мне и не надо знать. Но нет седьмого, только третье. А ещё есть небо небес. А что, не знаю, но написано. Раз оно не разъяснено, в Библии не даётся, Златоуст говорит, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Не рассуждаем. Надо научиться вовремя, прерывать такой разговор и подобные вопросы. Вот и всё. Второе, продолжаем тогда. Благодарю за ответ. Аллилуйя. Второе, корейтинам 12, 3-4. «И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизвреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Толкование. «С третьего неба, — говорит, — снова восхищен был в рай. Восхищен был для того, чтобы и в этом отношении не быть ниже прочих апостолов, живших вместе со Христом». Употребляет выражение «в рай», потому что имя этого места было общеизвестно. И сам Господь обещал его разбойнику. Он слышал неизвреченные слова, которые мудрствующим по-человечески и не имеющим ничего духовного нельзя пересказать. Отсюда ясно, что так называемое «откровение Павла» есть сочинение подложное, «Ибо как же иначе, если упомянутые слова были неизреченными?» Итак, по смыслу буквальному «третье небо» и «рай» — места различные. В смысле же «переносном» эти слова, может быть, имеют одно значение, а может быть и не одно. Хотя по поводу «переносного» смысла можно сказать многое, но мы вас выскажем только немного. То, что более удобно для понимания. Первое небо — есть граница и предел нравственности, когда кто-либо правильно образовал свои нравы. Затем философия составляет второе небо, когда кто-либо насколько возможно приобретет познание о природе вещей. Наконец, третье небо есть знание богословское, когда кто-либо насколько доступно приобретет через созерцание способность к восприятию божественного и превышающего человеческое разумение. Итак, во всяком случае, Павел был восхищен в места, близкие к Троице, то есть превыше всего сущего и будучи при этом не в теле, потому что ум его все еще был осен и понятное слово мне. Ибо по отношению к вещам божественным является косным всякий ум в то время, когда человек бывает восхищен и объят от Бога, так что через него возбуждается и действует. А так как и в областях есть степени, то он проникает еще в рай, проникнув в сокровеннейшие тайны божества. Поскольку же они недоступны для познания и неизречены, то их никогда не поймет никто, если только не станет выше человеческой немощи. вопросы? Все понятно. Идем дальше. так. Да, ну вот, мне тут слово подсказа, Анжелика, костными шагами уклонился я из градов, в коем царствовали свирепости жестокосердия Википедия. То есть устаревшие это малоподвижные, ленивые, ну да, закоснелые. Тут лучше бы, если бы написано не косин, а костин, тогда может быть более понятно. Костин, да, вот так. Закоснеть в чем-то. Вот косин, слово косить. Закоснеть и закосить это, ну, разные, хотя, может быть, грамотно и косин, правильно. Потому что ум его все еще был косин. Закоснелый надо понять. Так, идем дальше. Второе Коринфянам 12.5 Таким человеком могу хвалиться, с собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Толкование. Заметь его смирение. Он рассказывает это как бы о ком-то другом, ибо говорит, таким человеком могу хвалиться. Но если бы другой был восхищен, то почему ты хвалишься? И так очевидно, что он говорит это о себе. Говорит это или для того, чтобы показать, что без необходимости не стал бы рассказывать, или же для того, как можно полагать, чтобы сделать речь прикровенной. Далее. Разве только немощами моими, то есть бедствиями, гонениями. да, вот смысл правильный немощи, а у нас ну они же немощные, грешные, супергрешные, ну что вы им визитки раздаете, они соблазняются, это мы еще много лет назад с Игорем Дубуновым пришли на Спартак и визитки раздаем на занятия. Приглашаем, тогда еще нас не было, как мы сейчас собирались. Собирались мы в политехническом институте, потом в университет его переименовали. Мы туда приглашаем, а священник выходит, ну зачем вы, они у нас такие немощные, я говорю, батюшка, но они же ничегошенькие вас не знают. У меня Дубунов схватил, чтобы дальше его не распалять, оттащил в сторону, ну а батюшки черк, с него как с гуся вода. Сам не учит и другим не дает. Ключи разумения взяли, сами не ходят, как написано, и других не пускают. Вот немощи. Ой. И вот это вот православие они считают зависимым. Я вот стою в храме, молюсь, но я вижу, что народ вот, ну ничего не знает, но это ну видно прямо, ну видно, что вот он идет с кадилом-то иконой, и вот все кружится, кружится, вот что кружится-то вот, и все какое-то такое таинственное, дымное такое вот. На глазах пустота у людей вижу, что я не не осуждаю, но сожалею, душа тонится, охота прямо была вот крикнуть приходите на занятия сегодня вечером, хоть что-то узнаете. И уже не знаешь, мать родная не ходит, а тут какие-то чего они-то, кто такой. А они одного духа пришли, отстояли, разбежались, каждый сам по себе. А сильно мил не будешь, как говорится. Если бы хотела, то давно бы уже мама бы у меня организовала там ячейку желающих заниматься. Место есть две квартиры двухкулантные, тут можно столько народу собрать, что вот эти немощные женщины вот у меня перед глазами стоят, хвалятся своими немощами, грешные, супергрешные. А апостол хвалится, меня гнали палками, били за слово Божие. вот бы похвалиться. Как один хвалился за Христа пострадал, на телеге догнал одного и давай ему проповедовать. о смерти то другое как там дело то было Игорь Тихович напомните. Ну как, он в лесу шел один-то, а его на телеге догоняют. Ну садись, говорит, что идти-то? Он сел сзади, охотно сказать о Боге-то. А как? Ну, слышал, все время надо думать о смерти. Он хвоздится-то и говорит, ты о смерти-то думал или нет, а тут вот так подсадил и себе потихоньку себе пищу подтянул, потом как размахнулся, как дал ему, ты с телеги его свалил, понужнул коня-то, да и вперед. А тут встал, кровь течет, слава тебе, Господи, за Христа, за благовестие пострадал. Второе Коринфянам 12,6 Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Толкование. Таким образом, скажавши выше, что хвалиться есть безумие, теперь говорит, если захочу хвалиться, не буду неразумен. Он сказал здесь, не буду неразумен не по отношению к похвале, а по отношению к тому, что он не лжет, ибо прибавляет, потому что скажу истину. И так, смысл таков, я не безумен, потому что говорю истину. И так, смысл, чтобы люди не обоготворили его, вот истинная причина, по которой он всегда умалчивает о себе, когда же принужден бывает сказать что-либо, то говорит прикровенно для того, чтобы не почли его выше, ибо не выразился так, чтобы кто не сказал обо мне, но чтобы кто-нибудь не почел меня большим, чем я достоин. Если ради его чудес хотели принести ему в жертву волок, Иоанн 14, 13, то чего не сделали бы, если бы он обнаружил свои откровения. А сегодня книжки издают откровения эти мальчик-то какой там 14 лет, как его? Славик Крашенинников. Ага. В Щебаркуле там. И что, там есть хоть что евангельское там? Его патриархиены специально назначили комиссию, и что написала мать книгу его там с одной помощи была, разобрали и все. Ну детские просто, динозавры под землей, как они вылезут, вот он мультиков, насмотрелся, там ничего нету совершенно. А люди там камушки собирают с могилы исцеления, ну, уже проверено десятки раз. Ну ребенок 11-летний умер, что у него может быть? Ой, маменька, я такое слышу, это невозможно сказать, что я раньше создание мира вроде там был уже и прочее. Ну такое то, что не то, что там как-то ахинея. Нет, все равно людям нравится почему ложь. Служащие лжи, они сразу за него хватаются, они ему верят. Даже невероятно, как это можно верить-то, когда там нет ничего. А разницы нет, лишь бы была ложь, любая. Это стихия их. Как до мерзких насекомых трупный яд. Вот об этом говорил Антоний Храповицкий. Они могут питаться только этим. в журнале душа читал священник, один по-моему пишет. вот привозят мощи в какой-то город. И очереди прям, ну, и люди претерпевают там невероятные трудности, вот, по несколько дней в этих очередях стоят. и он такую замечательную мысль сказал, самая наивысшая святыня это что? Да, она есть в каждом храме, это тело Господа нашего, причастие, и куда еще выше то может быть? И зачем эти стояния и поклонения то есть тем самым они уничижают тело Господне. То есть туда ну, понятно, что выше тела Господне он нам ничего не оставил, где мы единственное в таинстве христии соприкасаемся с телом и кровью Господа. Ну, какая святыня еще может быть святее, так скажем? Если только говорят ваше святейшее святейшество тоже напридумывали. Все у нас как-то вот. И вот здесь Павел тоже он боится чтобы его при жизни уже этим башком не посчитали. Он на себе так прикровенно и через неохоту так ему это рассказывать что это случилось с ним такие видения откровения вот образец нам надо как бы а у нас любого мальчика уже боготворят обожествят и все Христос не нужен а зачем там надо заповеди соблюдать чтение Слово Божие работать над собой поститься а тут что собрался поехал путешествие бабанул мужчину и все и готово дело прости Господи и опять за старые грехи очень удобное поклонение подмена сатана как-то людям подсунул это и сглотнули но у некоторых вот таких вот у батишек все-таки здравые мысли появляются и они не боясь говорят об этом правда иногда по шапке получают за такие слова за что этого журнала душа трепали не так давно помните имя Тихонич про что ну журнал душа он там печатает за что его недавно свои трепали ну я с ним переписывался недавно я его нашел и у нас хорошая переписка началась была но мои материалы ему не подходят ему уже законченная статья но я ему дал где у нас окрещение к истинному православию ну не знаю может возьмет когда-то вот тогда Степаненко он прямо окрещение у меня взял и перепечатал от буквы до буквы ну тот смелый а этот я не знаю как у него будет ну будто бы что-то где-то там сказал чуть ли не недружеси на мусульманах я могу сказать неправильно и сразу раз на две в области ему запретили распространять а ничего не предъявили говорит ну давай просить прощения ну и все как будто бы разблокировали я знаю что если ты где-то находишься в какой-то системе организации тебя они будут давить по своим законам а вот быть независимым как Павел его никто не мог не остановить никто и апостолы были говорит на меня ничего не наложили он был свободен полная свобода от апостола Павла ни от кого независимая а Петр ты там о Варнаве лицемерили говорит послание Галатам об этом пишет мы считаем такой свободы как у нас тут вообще нет нигде во всей стране да не знаю в мире где есть такое или нет абсолютно полная свобода и у нас легко люди приходят и говорят а я хотел бы к католикам сходить ну вдвоем пойдите к баптистам ну идите воскресенье после службы своей у нас никому не запрещено считать ярло пести его проповеди аудио после службы сколько слушали мы здесь в трапезной до такой свободы нет нигде для духовного роста это все необходимо у нас богатый материал как-то я принес целую пачку свидетели юговые раздают эти маленькие брошюрки башня стража там или как вот я тут своим раздавал считали ознакомились у нас не боятся люди они занимаются по православному и поэтому они крепкие знают у нас любой может благовествовать встретиться с иеговистами они от них бегут как от огня при мне настоятель кто звонили такие-то в шею гоните их по телефону говорит все лучше это доказательство гоните в шею а там есть то что можно научиться их твердость какая они кого не убивают ну есть у них там своих говорится заковыти не признают троицу душу надо беседовать говорить вот так второе коринфянам 12 7 обожди так ты досчитал это ага второе коринфянам 12 7 и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня чтобы я не превозносился толкованием под ангелом сатаны и жалом полстрела некоторые разумеют головную боль причиняемую дьяволом но это неверно ибо тело Павла не было предано дьяволу напротив сам Павел скорее повелевал дьяволу и назначал ему границы когда передал ему блудников во измождение плоти читаем 1 крифонам 5 5 и он не приступил положенных ему границ что такое сатана противник по значению еврейского слова итак ангелы сатаны суть все противники Александр Кузнец имени Филипп и все угнетавшие Павла и причиняющие ему зло как совершавшие дело сатаны посему смысл его слов таков Бог не допустил моей проповеди преуспевать безопасности и трудов чтобы я не возгордился тем что удостоился многих откровений почему же он говорит что ему дан был ангел сатаны а не ангелы потому вероятно что во всяком месте находился один противящийся и возмущавший народ а остальные следовали за ним как за предводителем или же что еще вероятнее самую вещь или противление проповеди и несение опасности он назвал ангелом сатаны кем же он дан был Бог попустил ему говорит он ибо такой смысл имеет слово дан не для того чтобы он однажды причинил мне пакость а причинял бы постоянно что же касается слов чтобы я не превозносился то некоторые понимают и так чтобы меня не прославили люди но хотя Павел и сказал в другом месте нечто подобное здесь он говорит другое а именно чтобы я не возгордился ибо и он был человек я вот тут считаю слово пакость и сразу Игнатий Тихонович сколько пакостей творил человек потом вдруг решил покаяться в пакости тоже как ангел сатаны постоянного вот это жало вплоть для этого что и для Павла для Бог попускает чтобы в прелесть не впавить как они говорят я всегда тихонеч по этим словам что добавить располковать опять же то и говорю что он превозносился чем откровением не делами откровений у меня никаких и не было мне нечем превозноситься я трудом работаю хоть что возьми у меня у меня трудом я ни разу не слышал голоса ничьего ни разу за 54 года за 77 лет я не слышал голоса ну не считая во сне сны у меня интересно сегодня всю ночь я беседовал со Сталиным и были вместе с ним и так отдельно где-то он выбрал время я ему стал наговаривать говорю коснись там про Бога ему свидетельствую а сам Володе говорю Володя ты неприметно снимай а то ведь не поверят что я с ним говорил во сне и в каком кителе он был одет и как я разговаривал у меня сны как будто на его это все было а почему я часто об этом думаю считаю вижу откровений у меня не было я ни видений никаких не имел мне гордиться то нечем а дела которые так дела все трудно даже вспомнишь и дрожь пробивает люди-то не понимают даже Павел говорит не превозносился с чем то что откровение Бог дал вознесен был не знаю в теле не в тело он боялся сказать даже у меня не было я никуда не превознесен был если только с лестницы упал с крыши я был низвергнут упал в снег в руке держал для голубей там горох и пшеница все разлетелось они еще сейчас все еще ищут ртает где они едят но так ничего не могу сказать у меня не было такого опыта нет такого и я прошу Бога чтобы никогда у меня этого не было мне чудо не надо мне нравятся слова златоусы а зачем мне чудо я так верю у кого не хватает веры они ищут чудеса я не ищу я наоборот в них не верю ни в этот пояс ни в благодатный огонь ни то что мощь и серопима обретенной я в это не верю совершенно считаю что это обман и что вот миротащение какое я никак не отношусь к этому никак есть оно или нет недавно мне одна из наших знакомых звонит говорит икона замиротащила что делать ну возьми ее отнеси в соседний храм отдай кому там батюшки любят она видимо отнесла все прекратилось ничего нету как комиссия это была составлена экономцев Иоанн Архимандрит во главе там Павел Флоренский это внук его Павла Флоренского первого и говорит не нечистая ли сила над нами издевается батюшкам подсовывает это миротащение а мы голову ломаем уже вынесено решение что это еще вообще не верить то не надо вот и все но я но я хотел услышать не об откровениях а о пакостях которые вам творят здесь вот еще толкователь толкует что и он как раз здесь и перечисляет прям поименно Александр Кузнец имени Филипп и все угнетавшие Павла и причиняли ему зло совершавшие дело сатаны причинял причинять они могут Златоус говорит но зло никто тебе не сделает только ты сам всего делаешь да у меня как раз и были потеряем Александр и Дмитрий он их попинает но у меня именно по именам то сходится все а их нигде нету они рассыпались и ничего нету сделали как резина встретил батюшка не видит он как раздутый такой один а другой нигде пошел баптистом а теперь нигде сидит дома его теща у нас я спрашиваю никуда не ходит кстати вот сейчас сказали о раздутом помните Егора у меня жил знаю недавно его встретил раздутый тоже прям почти как сын ну сын побольше он толстый стал и так видно что меня заметил улыбнулся не кивнул ничего прошел так прям да что там говорили брат то все вас его донимал то прими крест христов да прими крест христов там какие-то лампочки тоже у меня какие-то с крестами все были Господи помню мы все в пути и поэтому только можешь молиться они отошли но у них ничего нет вот я иногда встречаю те которые были у нас ушли ни у одного нет даже полшага чтобы он стал совершеннее ничего заглохло ничего нет оно естественно так мне вот один недавно зашел а у меня в книге написано какой том я сейчас не помню кажется в 12 томе он 30 кажется два года назад он ушел от нас а он не в общении был но он крещение принимал все Володя я дальше не стал расспрашивать я знаю как ушел его через неделю две встретили у него нога поломанная где-то где что с тобой случилось Володя да вот по пьянке там такое где-то все то есть все полное разложение в блуд сразу впадает и тут все бережешь человека знакомишься помогаешь сколько можешь а там ничего нигде нету все чужие встали разошлись ты смотри как из любого храма люди выходят и выходят по сторонам никто никого не знает никто не знает все чужие общины то нету а приход есть а приход что пришел ушел совместной никакой работы то нету нету нам Бог дал счастье быть в общине не успеешь говорить а окна все уже на помощь бегут все узнают куда чего как встречали нас из поездки так вообще вспомнишь слезы на глазах мы пропитанные дымом везде ночевали где обнимают пришли сюда всего понанесли супу там еще только нету там ягоды еще у них растет на даче обнять поцеловать хоть эти мощи живые конечно мы исхудалые были все на радостное мы вернулись и все это заснято люди то видят что это одна большая семья и так должно быть в каждой общине чего я говорю то для чего чтобы люди испытали эту радость общения церковь отъединения экклесия это собрание а они какое собрание это отстояли и до свидания все сейчас прошел сейчас прошел пожалуйста у кого накопились за это время небольшие вопросы можете задавать нет вопросов так может никого нету может разошлись все ты узнаешь сначала да вы нас слышите отзоверить кто-нибудь слышим слышим благодать благодать это она как повязано там все красота смотреть по церковному да спасибо праздник она сюда ко мне на дом приезжала покупала книгу она ревностная а вот там кулаками бьет себя кулаками что же со мной делается то это тоже а как считаем мы посчитайте допустим этого лестница у яна лестничника какие там встречались они себя бичами как бичевали пороли нет это тут неопределенно я не могу сказать я не знаю но это может быть тренировка такая бывает так вот ладони люди бьют по краю стола у него здесь ладонь как кирпич делается он положить кирпича и 5 ладонью разрубает вот так ребром это тренировки такие да нет до синяков даже до синяков нет я не могу сказать что это обеснование я знаю что спорт такой даже домашний он много дает бывает в руке что-то там эспандер какой-то нажимает другой там подтягивается разного выворачивается посмотришь страшно смотреть как на турниках на разных и бывает они и падают им очень трудно дается это все ольга карбут была такая спортсменка олимпийская чемпионка и она там два турника она с одного перелетает в воздухе и падает точно таким местом и разворачивается там мужчина и ловит но ей присвоили первое место но это упражнение исключили и запретили делать потому что она смертельно опасная вот так говорите проповедовать а ведь не каждый слушать то может вот это самое кто-то будет сушить кто-то нет это карта но я ответил ответил что не знаю надо конкретно говорить но я знаю что тело свое надо тренировать один учиться долго плавает там ныряет задерживает воздух ему все это сгодится когда-то тело изнешено она никуда не годится другой в морозе палка в ноготе в изнеможении в постах это не игрушка что иные по две по три недели в рот ничего не брали по 40 дней все еще продолжать она другой вопрос задала тебе зачем ты вышла то я же тебе говорю не выходить ну говори надежда ну ладно но это вот люди но говорить если ты говори региозную пропаганду так бывает говорят это ну и пусть говорят караван горит идет своей дорогой а пусть собаки лают радуйтесь и стелитесь когда имя ваше понесут как неугодное да и все желающие жить благочестиво будут гонимы о них молись о врагах своих говорят да и говорят только делов то она больше они не могут не они не у него не имеют ничего говорят то почему свое то у них ничего нету я все говорю они вокруг моей колокольни пляшут бегают на меня нападают я знаю почему зависть они завидуют у них ничего нету они доходят до такого состояния что по всей вероятности похулили духа святого они начинают болеть и головой и я имею эти сведения я могу только жалеть и плакать о них нету раньше врачи говорили говорит ну ты верь а другим не говорим вот раньше так врачи говорили эти вот сидят и следователь говорил зои карахмальникова зачем это надо когда его посадили вот у меня бабушка верит ходит и верит вы для себя верьте никому не говорите это было во времена апостолов их били не запретили накрепка не говорите нет какого больше слушать бога ли человеков вот и весь ответ никого не бойся и здесь свидетельство будут слушать или не будут а ты говори пророку и риме и бог сказал они будут как бурный ветер против тебя а я тебя сделаю скалую и ветер этот ничего не сделает вот так спрашивайся можно у кого вопросы такие скажите исповедь без причастия приносит пользу конечно и спать его ты можешь получить разрешение от грехов а причастие разрешение от грехов не дает причастие дает жизнь бороться с грехами это совершенно разные таинства покаяние исповедь и причащение или вот бывает крещение это миропомазание это разные таинства два таинства соединенные вместе скажите если я умру я хожу исповедуюсь а на причастие не хожу я считаю себя недостойный чтобы ты должна себя решить если не полно погружение должна получить полное погружение до довериться богу у нас еще ни разу не было кто вот допустим готовятся мы говорим если ты готовишься к крещению а до этого причащался теперь не причащайся и соглашенными выходи нынче у нас 9 июля будет крещение и там на месте вас причастят этого не надо бояться а то придумали там каждый день причащается видно сегодня вот я смотрел подряд идут туда же ну видно что совсем прям неприготовленное и одеты по мужским брюки там разрезы даже внешне видно что люди никак зашли просто и все и уже причащаются многие больны немало умирает кто недостойно причащается но вы наверно и гнать тихонич вопрос опять не расслышали но как не расслышал я хорошо расслышал исповедь она спрашивает если умру я не причащалась я на этот вопрос отвечаю а что я не так ответил я это готовится к крещению поэтому надейся на бога причащаться надо но если ты готовишься к крещению какое причастие тебе про крещение не было речи но я ответь тогда ты у меня есть что мне будет если я умру и ни разу не причастилась да и ни разу сейчас пока готовится к крещению она поняла что у нее не было крещения что неправильно это отвечает и не расслышал в это время нельзя причащаться ты готовишься к крещению причащаются а глушена не может причащаться еще непонятно то а как как бог рассмотрит а если я умру да если об этом думать придумали если умру все машины на него бросаются а попадет под машину с это лукавство а как от трех до пяти лет подготовительный срок был никто не говорил а если я умру правило а сегодня ничего этого нету еще вопроса у кого-то есть ну вот благовещение рыба по календарю а если человека ну рыбу не поел это не будет грехом то почему тебя не поесть ты не хочешь или денег нету деньги есть но потому что это пятница строгая тебе не надо об этом рассуждать церковь посмотрела сегодня нет пятницы сегодня благовещение это обязательно рыбу ешь и не будешь это просто давать устав разрешает ешь надежды ешь рыбу нет у нас моя по другому маленько маленько по другому она посту ставит выше чем еще раз вы то ли не слышите тебе зачем ставить так на церковь установила в каждом календаре написано рыба и ты сразу рыбу готовь зачем мудрует это я это понимаю но но не привыкла слушаться вот тебе минус тут сразу ты никогда не рассуждай рассуждать не надо надо выполнять рассудили святые отцы не положено среди великого поста среди недели масло растительное не бери суббота воскресенье можно и за весь пост только вот верное воскресенье и благовещение два дня разрешается рыба а если бы на страстной неделе сейчас последняя неделя пойдет попало бы там понедельник вторник среда четверг вот это благовещение она там бывает то только масло рыбу не разрешается а уже если пятницу субботу то не разрешается и масло никакой роли не играет лишь устав написан вот вы как-то интересно куда-то заплываете я никогда на это не пойду мне думать не надо церковь показала открыл календарь написал масло все володя где масло ты еще да я не посмотрел смотреть надо чуть устав не нарушили и все но я всего то это как и находитесь церкви но есть как говорится что но и вы едите я вас не как не сужу и кто не едет не судите вот к этому можно снова не применить так вы не давайте повод не судить вот это узнала не надо быть щепетителем а то покупает булочку она маслом намазана или нет а мне может сыворотка есть и ешь без исследования но если ты берешь с мясом пирожки но явно дело еще исследовать то мясо тут исследовать не надо вот я никогда такой вопрос не задавал никогда у нас лежит устав и как утром володя готовит смотрит масло давать не давать все легко жить почему я в церкви а я помпощу другое время феофан затворник говорит так не делают ты церкви находишься все даже делать одинаково сегодня поклоны вот сейчас вечером вы нельзя делать почему завтра суббота земных поклонов не дело только поясные а воскресенье уже тут воскресенье вечером уже делаем земные поклоны господи владыка живота моего мы читаем и читаем до среди вечера все в четверг утром уже это нету молитву нету мне не надо думать а так ты можешь везде это королесить приучитесь быть послушными щадами православной церкви я православный вопрос снят а то что кто есть не осуждали того кто не есть вообще не о посте речь идет он совершенно другого он говорит но в пище свинину там есть не ест но вот мусульмане они целый день не едят мусульмане да у меня уже мусульмане а вечером он так осталось закатилась солнце нитку черный от белый не отличает на протянутую руку до утра жрет баранину всю ночь езда утра до отвала какой поста это пускай а ваще один сухарь с компотом и тогда будет видно на чем готов мусульмане узнал о чем мусульман но папа прожила уже жене не так мало на наш пост это только смена одного другой пищи это меню меня это настоящий пост когда не пьет и не ест человек ничего не пьет и не ест ни капли ни грамма вот это пост как неневия постилась и даже скотине не давали грудным детям не давали все ревели три дня никто не пил и не ел и скотину не выгоняли в поле ну правильно вот как поста как пограничник на посту ничего не пропускает так и как я понимаю серёжа задавая мы договорились хватит уже так еще вопросы пожалуйста я хотел сухоцкий саша здесь ну как твое здоровье то только вернулся с больницы немножко легче но еще слабый сердце сердце а что ты так сердцем то это ты же мед ешь и вроде бы ритм нарушился ритм сердца тамара санны живые а тамара и она живые слава богу давай не болей мы тебя помним ты не перетружать себя днем не ложись она сидя на стул откинься посиди маленько и вот в теплой воде мед разводи и с медом пей лишнего ничего не ешь мясо исключи алкоголя не грамма сердце надо дать отдохнуть понял понял слушать еще тебе говорю вот дело другое украина украина послушная страна так еще вопросы ложкин ты не уволился с армии это еще андрей его нету ложкин андрей пикрофон включи андрей он наверное включить не может голос он воинских частях был военные я ему говорил увольняйся у него нет там динамика хорошим микрофона нету ведь я слышу пишет и писать может ну вот татьяна вот тут бог это она слышит нас или нет тоже нету меня интересует она одна или нет там ну давайте вопросов а у меня все исчезло только вот я тебя вижу здесь у вас никого не вижу что-то исчезло что у меня видишь меня видишь нет час не вижу до этого видео сейчас не вижу но я ничего не могу сделать я сам себя вижу я это тоже тебя звук увижу здесь это вас не вижу вот до этого видела ну слава богу какую-то кнопочку надо нажать татьяна закрылась нету максим у вас есть какие-то нас слышите хорошо слышно но вопросов нету хорошо так ну давайте тогда еще почитаем время есть немножко 2 корифянам 12 12 глава 8 9 стих прежде молю я господа о том чтобы удалил его от меня ангеле сатаны речь но господь сказал мне довольно для тебя благодати моей ибо сила моя совершается в немощи и потому я гораздо более гораздо охотно я буду хвалиться своими немощами чтобы обитала во мне сила христова полкование трижды молил вместо много раз молил также служит признаком смирение его признание что не выносил козни дьявола и страданий просил помощи и сказал мне говорит он довольна тебе того что я господь дал тебе благодать воскрешать мертвых и совершать все чудеса не проси же чтобы твоя проповедь преуспевала безопасности ибо это излишество а то что тебе давлеет ты получил ты страдаешь павел для того чтобы не показалось что многие поставляют препятствия для проповеди вследствие моего бессилия дерзай ибо сила моя обнаруживается полнее когда вы гонимы побеждаете гонителей заметь сам он сказал что для того предан искушением чтобы он не превозносился бог же указывает другую причину этого то именно что сила его тогда только обнаружится вполне когда апостолы будут находиться в немощи то есть среди гонений и опасностей поскольку говорит я услышал что сила божия совершается в немощи то я отныне буду хвалиться немощами моими ибо чем многочисленнее будут они тем более обильную силу божию не ведут на меня итак не думать что я со скорбью говорю о жале но скорее радуюсь так как через умножение бедствий привлекаю на себя большую силу божию комментарии Игнатия Лавкина сегодня самые большие препятствия для проповеди оказывает епископ нерожденный свыше еленность пастырей их невозрожденность нелюбовь к Богу и Слово Его и нелюбовь людям Это бы новый был, да? Вопросы? Ну вот Сергей Павлович вот ты бы был епископом вот такие слова бы услышал как бы ты на меня смотрел? Ну смотря как в каком состоянии бы я находился если бы я нерожденный был бы свыше то это злобно бы смотрел а рожденный свыше мне бы такого бы и не написали у меня такого бы и не было я бы не только бы не препятствовал бы проповеди а наоборот бы всячески благословлял и благословлял и понуждал бы и наказывал всех кто не проповедует разогнал бы всех да, на новых бы набрал Ну не все же батюшки такие тут вот послушать так получается 100% батюшек вот все вот такие нелюбовь к людям нелюбовь к Богу проповедуют у нас батюшки все равно Масленников Стеняев даже вот я ему писала сообщение он отвечает Головин кстати вот по Головину можно вопрос? у них там совместные молитвы? как вы к ним относитесь? не слышали об этом? Акафисты читают в один день встают допустим вот Акафист Божьей Матери там мы пиваем о чаши по московскому времени все встают на молитву на эту Акафист читают кто дома кто где и многим людям помогает даже не многим очень многим потом читают Акафисты вот родить не могут даже в 50 лет тоже едут туда молятся читают Акафисты потом дома кто-то полгода кто-то год даже в 50 лет с лишним рожают детей то есть им сказали что у вас детей не будет точно вот такая благодать на них сходит чудо Господне как вы к этому относитесь? ну как я могу относиться то если чудо Господне да оно и Господним и будет а вы слышали его отзывы обо мне какой он говорит? да слышала это головин а что Олег Костеняев обо мне говорит слышали? нет не слышала Олег Костеняева уже как бы давно не слушала он ко мне приезжал в Потеряевке был я у него в Москве был вы говорите о них то я знаю людей то этих значит они они это все делают и в то же время удивляются тому что мы делаем а то что они делают мы этому не удивляемся вот и уже разница мы молимся за них каждый день их имена поминаем чтобы Бог их более благословил ну вот меня опять волнует вопрос крещения вы сейчас опять на меня скажете что я не понимаю вот они же тоже я вот больше чем уверена Стеняев значит Головин пусть тот же вот Мороз Алексий тоже я сейчас вот не знаю он как у нас в церкви или нет давно уже его тоже не слушала вот они же тоже наверное тоже облитые они же не полностью водой облитые то есть не погруженные полностью в воду но ведь главная молитва я думаю главная молитва это же не суть важно вода или по голове тебе полили или полностью тебя в воду затолкали да давайте договоримся так что мы беседуем во свете библии то что вы говорите по библии ни одного слова нету и поэтому я в библии тоже этого как бы не нашла я нашла что новый завет отменяет старый завет да или не отменяет нет не отменяет не отменяет он не помог в этом разобраться так сказал умей слушать не тараторь не уничтожает закон а возвышает так говорит златоуст и поэтому нам тут выдумывать уже ничего не надо Иоанн златоуст говорит я тебе привожу слова владыки небо а ты мне грехи человеческие перечисляешь все на этом одно другому не стоит где они нашли чтобы капли крестить или лепестком нигде нету безумие а вам это нравится вы повторяете это он отвечать он будет отвечать за это Господь говорит как Филипп и Евнух сошли в воду все святые отцы до одного говорят о полном погружении что Олег Стеняев выше Кирилла Иерусалимского как Андрей Кураев говорит Игнатию никакой разницы нет что там епископ о нем скажет и думает а мне не все равно я все время слова свои примеряю как епископ одобрит Андрей Кураев вот в этом то все и дело они заложники этой системы одно слово его нету вот и кончилась вся свобода он должен говорить что написано как порог Михей так говорит Господь Бог а его который вызвал ну ты скажи как все скажи как Олег Стеняев скажи как там другой говорит я не могу по другому говорить я им привожу о полном крещении сто тридцать шесть свидетельств сто тридцать шесть повтори повтори про себя сто тридцать шесть а они ни одного за то чтобы капли побрызгать и проще ни одного кого будем слушать я им показываю что говорят каноны пятьдесятое правило апостольское если не в три погружения он должен быть извержен он уже не священник он бродяга он преступник а он а покажите нам эти каноны а пожалуйста ссылку дайте купи подадик батюшке скажи книгу правил дайте мне апостольское правило пятьдесятое запомни у нас это все есть если вы знаете я вам могу скинуть где это считать на нашем сайте о крещении что говорит Иоанн Златоуз Блаженный Феопилак Кирилл Ирусалимский и Прим Сирин Василий Великий и Григорий Богослов сон мы сон мы а он один говорит зачем мне его слушать то бредни он говорит защищая свою утробу пускай сначала килограмм семьдесят весу сбросит тогда мозги просветятся вот весь ответ толстая чрева не рождает тонкие мысли запомни нашла тоже авторитет если он говорит правильно мы говорим правильно но если он говорит неправду что я должен сказать они обольщают народ патриарх Алексей Второй говорит где нет полного погружения там не крестите не крестите это обман патриарх Алексей Второй это же современник наш давно ли он был то и они что послушали его нет он говорит деньги берут это настоящая симония симония анафема за то что деньги за крещение берут а вам нравится я привожу мы же этого не знали я привожу ханона не знали согласен не знали молитва было и тот и дух сошел на нас нет и тот не знал вы двое не знали слепой слепого ведет и как упадут оба оба упадут в яму разор окончен мы уже в яме ты должна была знать да кто сказал да господь сказал я говорит свет я просвещаю всякого человека нет нам то никто не сказал да с чем тебе говорит то бери и считай что тебе говорить то Иоанн Златоуз говорит научитесь не задавать вопросы это все уже решено господь крестится где в Иордане не в чашке князь Владимир где крестит крещатик вся Русь зашла в воду это разбойники пираты захватили корабль а он говорит да что ты мне авторитет этот толкаешь так когда Златоуз говорит я тебе привожу закон Божий владыки неба и земли а ты мне чужие грехи что одно к одному равнается он отвечать за это будет мне отвечать за это не придется я привожу места описания Библии Евнух и Филипп оба сошли в воду восьмая глава Деяния апостолов слово крестите переводится одним словом погружаться другого перевода нету погружение а какое погружение когда он стоит на капельном полу куда он погрузиться то в преисподнюю что то в самом деле то они такие люди они важны ну на истории был патриарх еретиком признанный арий был увлек всю церковь почти если было 120 храмов ни одного не осталось за православными одна домовая церковь только была и однако православие осталось на ноги а почему нашелся один человек который не согласился с арием а кто был диакон обыкновенный диакон Афанасий Афоня и станет патриархом александрийским и всех православных вернет на свое место впереди еще суд божий будет и с чем мы предстанем я вам привожу закон владыки неба и земли а вы чужие грехи трясете как брежневские ордена а зачем мне это слушать бреди пьяных старух сережа вроде бы так разделались хорошо? давай да я вам ссылку скину да я читаю уже так это у нас всех батюшек нужно и сам назначит уже все извергать да? я вот вопрос там задаю почему никого не почему почему я не понимаю кто его обменил за закон когда? я вам сейчас внизу изменили специально да? его невозможно изменить ну люди сами изменили да и все против вот этого всего да? про что изменили? каноны каноны изменили каноны никто не изменял они их выбросили 70 лет не издавали нигде ни одного канона не было да я все поняла уже все поняла спасибо они скрыли книгу всю книгу 719 правил из них 413 каждый день нарушается в каждом храме что непонятно то? я все уже поняла я спасибо Господь говорит из вас вас станут лютые волки и будут говорить превратно извращать слова чтобы за собой увлечь чтобы свечки покупали 20 глава 29 стих Деяния апостолов давайте помолимся давайте помолимся поэты поэты отец наш небесный любящий создатель мы предстали перед твоим величием и просим «Просвети наш разум и сердце духом твоим святым, ибо будет суд Божий, и слово твое будет судить, а не человеческие вымыслы. И с чем мы предстанем перед тобою? Научи нас ни на кого не ссылаться, тех, которые заблудились, которые попрали закон твой, но искали света в законе твоем, а не во тьме человеческой. Слышанные слова помоги сохранить и исполнить». Апостол Павел призывает подражать Ему, а не отступникам от веры. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Еще раз всех с праздником. С Богом. Аминь.